Илита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим шейкера. Фиссура. Ширина фиссуры составляет 80 единиц. Летающие юниты, например, летающий курьер, фамильяры, паутина мамки, не блокируются фиссурой. Обычные крипы и нейтральные, в том числе Рошан, не будут пытаться обойти фиссуру, а дождутся, когда она исчезнет. Вот они стоят и ждут. При использовании БКБ фиссура не наносит урон, а лишь отталкивает и блокирует проход. Также фиссура не блокируется линкой. Фиссура создает непроходимый барьер, который позволяет заблокировать путь противнику, не дав ему убежать. Вы и ваши союзники также не смогут пройти через барьер. Тотем. Дополнительный урон посчитывается на основе базового урона и основной характеристики. То есть, например, если мы возьмем плюс 24 урона и используем тотем, у нас в итоге будет плюс 320. Но, если мы возьмем плюс 25 к силе и используем тотем, у нас в итоге будет плюс 396. То есть, нам выгоднее собираться в силу, нежели в урон. При промахе баф не спадает. Промахнулся, баф не спал. Не блокируется БКБ и не блокируется линкой. Пассивка. Использование предметов не активирует пассивку. Эффект применения урон и стан происходит до применения источника. То есть, если мы делаем, например, фиссуру, сначала срабатывает пассивка, потом срабатывает наша фиссура. Оглушение не суммируется с оглушением от фиссуры. По правилу срабатывает наибольшее оглушение. Например, если одновременно прошло оглушение от пассивки и от фиссуры, то сработает наибольшее. Наибольшее на четвертом уровне у фиссуры. Не пробивает БКБ и не блокируется линкой. Ультимейт. В отличие от других заклинаний Шейкера, ультимейт не имеет времени прокаста. Кастуется моментально. Юниты получают урон от созданного же ими Эхо. Также работает на Курьеров. Вы видите, что от них тоже идет Эхо-Волна. Начальный урон наносится моментально, а уже Эхо-Волны распространяется скоростью 550. Вот увидите, когда я ударяю, моментальный урон и потом начинают идти волны. Эхо-Сламм! Любой юнит, умерший от начального урона, все равно вызовет волну Эхо. Также действует на невидимых существ. Например, здесь стоит Рики. На него тоже действует. Вот вы видите. Урон блокируется БКБ, но все равно вызывает волну Эхо. Вот вы видите, волна от Свена идет. Ну и, само собой, не блокируется Лин Кой. Из-за урона от Эхо, ультимейт лучше всего использовать в середине вражеской команды. Особенно, когда вокруг них большое количество юнитов. То есть, например, если вы будете сделать далеко ультимейт, урон будет минимален. А если прям в середине? Максимален. Блин, Даггер и Форстаф помогут вам оказаться в лучшей позиции для атаки. Или с помощью Форстафа. Стандартная комбинация. Даггер, Ультимейт, Тотем, Фиссура. Также, Шекер отлично подходит для гангов Миду, блокируя врагу дорогу для оступления. Это часто можно увидеть на прост-сцене. Если у вас КД Фиссуры, вы можете использовать Стан от Тотема, чтобы не дать врагу уйти. То есть, например, враг убегает, Станем его. Опять, бежим, бежим, Станем. Соуринг и Арканы помогут вам всегда иметь ману на скиллы. Особенно это актуально в начальной стадии игры. Используем Соуринг, используем Стан. Ультимейт Шекер особенно эффективен против героев с иллюзиями и клонами. Также против героев, которые могут вызывать юнитов. Не забывайте, что Шекер может наносить очень сильный урон с руки, благодаря его Тотему. Можно собрать Шекеру барабаны, армлет, да и Даллас. Например, включаем армлет. Используем Тотем и у нас уже под 600 атаки. Также, если мы соберем Дэйдаус, там будет шанс на огромный, просто огромный крит. Подпишись на канал.